У нас сейчас больше времени. Вы можете потратить на презентацию не запланированное время, но побольше. У нас достаточно времени. Спасибо за приглашение, за возможность обсудить с вами некоторые клинические вопросы, связанные в отношении пациентов EGFR-мутации или АЛК-положительные пациенты при случае немелкоклеточного рака легких. Это существующий алгоритм лечения пациентов с немелкоклеточным раком легких. Нам, прежде всего, необходимо стратифицировать наших пациентов в соответствии с биологией опухоли. Вот эти два основных биомаркера важны, которые мы используем сейчас в нашей каждодневной клинической практике. Это EGFR-мутация или АЛК-реаранжировка. Если эти маркеры положительные, мы, если есть мутация EGFR, у нас много данных, которые четко подтверждают, что ингибитор тирозинкиназы, EGFR, это самый лучший вариант, который мы можем предложить нашим пациентам. Если группа пациентов имеет АЛК-реаранжмент, то, как первая терапия, это кризотенип. Мы посмотрели на общее количество пациентов по всему миру с вот такими мутациями и реаранжировки, то они составляли приблизительно 50%. К счастью, к сожалению, у нас сейчас еще 80-85% пациентов, которые мы все равно должны сейчас предложить химиотерапию. Даже и в этих случаях, ну, происходят изменения. В пятницу, в прошлую пятницу, МЕРК сделал пресс-релиз. Тебрулизумаб, первичная точка, выживаемость в фазе 3 рандомизированных исследований или химиотерапии. Получили положительные результаты. И в будущем, может быть, у нас будет иммунотерапия. И в данном случае нам очень интересно узнать, какие будут окончательные данные, детали данного исследования в отношении данного препарата. Если мы посмотрим пациентам с мутацией и GFR, у нас имеется много очень важных клинических вопросов. Первый вопрос. Например, какова роль жидкостной биопсии? Какой же препарат является самым лучшим? У нас имеются представители различных компаний фармацевтических. Они практически стучат в нашу дверь и предлагают нам самый лучший препарат. Но какой же препарат является самым лучшим? Следующий вопрос. Это тип EGFR-мутации. То есть является ли это важным вопросом или нет? Как мы можем улучшить наши результаты? Мы знаем, что пациенты хорошо отвечают на терапию, но, к сожалению, они прогрессируют и затем возникает резистентность. Какие другие опции мы можем предложить пациенту, если произойдет прогрессия? Какая же роль жидкостной биопсии? Почему мы так заинтересованы в жидкостной биопсии? Потому что нам надо выполнять очень много биомаркеров, биологических тестов. И иногда у нас просто нет тканей. Особенно, если мы говорим о раке легких, очень сложно взять образец. Это, к сожалению, не рак груди. Рак груди вы можете очень легко сделать забор, взять забор тканей. Но в этом случае очень сложно получить большое количество материала. Поэтому иногда нам нужно во время лечения, во время наблюдения, надо повторять биопсию. Поэтому жидкостная биопсия предоставляет нам возможность получать материал из крови. А это циркулирующая ДНК опухоли, которую мы можем проанализировать в отношении тех или иных биомаркеров. Но какие же у нас ограничения? Прежде всего, чувствительность не оптимальная. Это 60-70%. Независимо от метода, который мы используем для определения биомаркеров. Следующее. Представлены были очень хорошие клинические данные. Возможности определения T790M мутации для того, чтобы изучить механизм резистентности к препаратам не только в плазме, но также и в моче. Данные были представлены. С ростиленмибом. В независимости от метода, который используется для определения T790M, ответ приблизительно 35%. Если пациент положительный в отношении тканей, крови и мочи, то уровень ответа приблизительно такой же – 35%. Что касается чувствительности, то это такие же цифры, приблизительно 80%. Даже что касается длительности ответа и проживания без прогрессирования, независимо от того, где находится мутация, где, в каком образце была определена мутация. Это вот эти данные, которые сейчас мы имеем. Что касается конференции в Женеве, в прошлом апреле все же данные были представлены в отношении оси Мертиниб. Сейчас этот препарат включается в нашу практику и уже одобрил FDA. Если пациенты, например, развивают резистентность к первой линии ингибиторов тирозин киназы. Если пациент положителен в крови, образце и чувствителен к препарату, но если пациент отрицателен, но положительный в крови, но положительный в опухоли, то мы ожидаем хороший ответ на лечение. Как же этот ответ, как же эта информация может быть применена в нашей каждодневной практике? В нашей практике эта информация применяется таким образом. Если у нас имеется пациент в нашей клинике, который пролечился препаратами первой линии и затем прогрессирует, классический, это пациент приобретает резистенцию. Первый тест, который необходимо провести пациенту, это жидкостная биопсия. Если пациент позитивно на нее реагирует, мы можем пропустить биопсию и начать сразу третье поколение, EGFR плюс TKI, если он негативен, и только в этом случае нам нужно повторить биопсию, и если он после этого положителен, тогда мы можем предложить третье поколение EGFR, TKI, если негативен на биопсию, то химиотерапию. То есть для нашей работы, для нашей практики клинической эта информация имеет очень практическое проложение. Другой важный вопрос заключается в том, какое лекарство является оптимальным. У нас есть очень много лекарств в нашей практике, которые мы постоянно используем, и именно поэтому тот вопрос, практически вопрос, который мы обсуждаем на этой утренней сессии, и вопрос, который задавала аудитория, как мы можем выбрать между этими тремя лекарствами. У нас уже есть испытания, которые напрямую связывают и сравнивают эти лекарства. Это клиническое испытание, которое было опубликовано в этом году в журнале клинической онкологии, который сравнивает по второй линии. Пациенты не были выбраны специально под эти лекарства, это была общая выборка. И здесь вы можете видеть, что по общей выборке мы не наблюдаем разницы по эффективности ни по прогрессии, ни по общей выживаемости. Посмотрите, мы даже иногда можем с трудом различать цвета этих кривых. Так, когда мы сравниваем эти наблюдения с другими поколениями лекарств по AGFR, плюс 19, плюс 21 и VT, мы практически не видим разницы, почему так важно уделять внимание типу мутации. В прошлом году мы получили новые данные, которые свидетельствуют о том, что фатиниб может быть более эффективен для пациентов с 19-м делизием. Поэтому очень важно проанализировать данные, которые поступают из Азии. В прошлом декабре мы получили такие, где было проделано исследование фатиниба по сравнению с джефитинибом. Это исследование лук соланок 7, которое небольшое по размеру, которое сравнивает эти два вещества, но оно обладает определенной статистической значимостью. Здесь мы сравним афатиниба и джефитиниба. Я повторюсь и наблюдаем значительные повышения в прогрессии выживаемости афатиниба по сравнению с джефитинибом. Но эти повышения не настолько значительные, чтобы они могли транслироваться в какой-то прирост по выживаемости. То есть разница была действительно незначительна. Когда я увидела эти данные, мне хотелось узнать, есть ли какие-то различия по типу мутации в этом исследовании. И опять же вы видите, что здесь есть никакой разницы в реакции и прогрессии по выживаемости у пациентов с делизием 19, как по афатинибу, так и по джефитинибу. Тот посыл, который мы извлекли, заключается в том, что технические, статистические повышения в ПФС есть, но оно настолько незначительное, что не влияет на общую выживаемость. Хочу повторить, что эти данные никаким образом не сказываются на уже закрепленной клинической практике и не дают нам предпочтения одного ингибитора над другим. Единственный вывод, который мы можем выявить здесь, это профиль токсичности, потому что у нас есть токсичность, которая несколько отличается в зависимости от типа ингибитора. Причем диарея является самым распространенным побочным эффектом с афатиниба. Также и покрасление кожи, что мы также наблюдали с латинибом, с джефитинибом. Люди, которые обычно его переносят, переносят в принципе его лучше. У них ниже риск покраснения кожи, раздражения кожи. Но с джефитинибом мы наблюдаем токсичность печени, повышение уровня токсиминаза тоже наблюдалось. Именно поэтому эти разные лекарства обладают одинаковой эффективностью, но имеют определенную разницу в профиле токсичности. Как можно повысить эти результаты? Ну что ж, одна из стратегий, которая в настоящее время, последние годы исследуется, заключается в возможности совмещения эджифик рай с вастином. И вот вы здесь видите исследования этих орномизированных исследований, проведенных в Японии, которые сравнивают RLOTRIBELON и BOVICIZUMAB. Результаты этих исследований довольно-таки впечатляют, потому что мы наблюдаем здесь значительные улучшения в прогрессе по выживаемости в пользу людей, которые получали комбинацию лекарств RLOTRIBELON и BOVICIZUMAB, потому что большинство исследователей были уверены, что и многие до сих пор думают, что нам нужно подтверждение по фазе 3 испытаний. В конце апреля это подтверждение было получено, и поэтому мы можем в нашей клинической практике уже рассматривать возможность использования комбинации этих двух препаратов. Сейчас проходят два испытания по фазе 3, в том числе одно в Италии, в ходе которого мы сравним эти две стратегии, и результаты этих исследований однозначно дадут нам более лучшее понимание информации и деталей о потенциальном превосходстве комбинации RLOTRIBELON и BOVICIZUMAB для пациентов с мелкоклеточным раком легкого. Для большинства пациентов с мутациями развивается, к сожалению, устойчивость к первому и второму поколениям ЭГФР-ТКИ. Основной механизм устойчивости – это появление мутации по ЭГФР-Т790М. В настоящее время то вещество, которое является наиболее многообещающим с точки зрения неразвития устойчивости и применимости в клинической практике – это оси Мертиниб. У нас есть данные, которые однозначно свидетельствуют о том, что пациенты, которые получили устойчивость в ЭГФР-Т790М+, хорошо реагируют на это вещество, но и также для ЭГФР-Т790М1, потому что их устойчивость также была не настолько высокой, учитывая, что им еще нужно применять химиотерапию. Также важно помнить, что даже если пациенты хорошо реагируют на оси Мертиниб, они, к сожалению, таким образом не вылечатся, потому что у нас все равно появляется проблема приобретенной устойчивости к оси Мертинибу. Механизмы устойчивости отличаются по сравнению с другими ингибиторами, но устойчивость для вторичных мутаций связана с свяживающей стороной агента. Здесь мы видим мутации 7-790М1 и Т-790М. Очень важно определить механизмы устойчивости к этому лекарству. Надеемся, в будущем наши биологи составят более четкое представление о механизмах этой устойчивости, потому что сейчас, когда мы говорим о нем, мы просто говорим о наличии или отсутствии второго поколения мутации. Надеюсь, что в будущем ученые смогут определить точное местоположение мутации. Это очень важная статья, которая была опубликована в прошлом году в журнале Clinical Cancer Research. Здесь сказано, что существуют модели поколений, которые были пролечены третьим поколением АДЖФР-ТКИ, и когда мутации локализовались в одной области, опухоль полностью не подвергалась аллелям, потому что она была потенциально нечувствительна к ингибиторам комбинаций первого и третьего поколения. То есть очень важно определить все детали и особенности устойчивости, потому что именно таким образом мы можем определить то оптимальное лечение, которое может быть назначено пациенту, и эти очень важные детали могут существенным способом сказаться на схеме лечения. Переходя от АДЖФР к теме АЛК, в настоящее время в нашей клинической практике мы используем кризотениб, который получил одобрение как лекарство второго уровня несколько лет назад. Прошли уже исследования по фазе 3 по сравнению со стандартной химиотерапией второго уровня, то есть с пеметрокседом и доситокселом. Он продемонстрировал хорошее повышение значений по общей прогрессии выживания. По сути, это лекарство было одобрено как лекарство второго уровня, но относительно недавно были опубликованы данные по другому важному исследованию. Это исследование фазы 3, которое сравнивает платину с пеметроксом, с циритонибом. Кстати говоря, платину и пеметроксеб мы считаем сейчас самой оптимальной химиотерапией для такого типа пациентов. Так вот, мы сравнили кризотениб с самой лучшей химиотерапией для пациентов с положительной АЛК. И опять же, здесь мы наблюдали существенное повышение прогрессии по выживаемости для пациентов, которые получали кризотениб. Очень важно проанализировать и профиль токсичности кризотениба, который обычно очень хорошо переносится, когда мы в целом посмотрим на побочные эффекты, они в целом сводятся к гепатотоксичности и некоторым другим, в том числе тошнота, рвота и так далее. Они достаточно часто встречаются у наших пациентов, но не имеют прямого отношения к нашей клинической практике, то есть к лечению рака. Обычно, когда пациенты жалуются врачам, они упоминают именно эти побочные эффекты, но они только ограниченным образом сказываются на качестве жизни пациента. То, что мы здесь видим в темном, это переносится трудно с точки зрения адаптации. Например, они могут сказываться на способности водить автомобиль в ночное время суток, но вы же понимаете, что с точки зрения ведения нормальной жизни пациента, они имеют всего лишь ограниченный негативный эффект. Хотелось бы сказать пару слов о возможном развитии кистопочек у пациентов, которые получают крицетениб. Это достаточно простые цисты, они могут быть как единичными, так и множественными. Когда мы осуществляем сканирование пациентов, получающих крицетениб, существует риск получения ложноположительных результатов, которые не связаны с прогрессием опухоли, а развитием этих кист. То есть мы иногда прекращаем лечение, когда обнаруживаем такие образования на скане, но на самом деле это множественные кисты. И следует сказать, что появляются они достаточно часто. Мы их можем обнаружить достаточно часто у наших пациентов. Каким образом изменяются сценарии лечения для алкоположительных пациентов? Они изменяются в связи с тем, что в будущие годы могут появиться лекарства, которые заменят кризисы НИП. В этом году на встрече АСКО я уже говорил об этих результатах, и в частности говорил о результатах исследования G-ALEX, в котором сравнивалось алексотениб и гризотениб для пациентов из Японии. Первичные результаты показали значительное улучшение прогрессии по выживаемости для пациентов, которые получали алексотениб. Видите, здесь существенное увеличение эффективности алексотениба по сравнению с кризисом НИП. И очень хорошо эта картина известна людям, которые занимаются колоректальным раком, которые знают о эффективности алексотениб по сравнению с гризотенибом, и это в данном случае и для нас транслируется в повышение прогрессии по выживаемости. Это было особенно актуально для пациентов с метастазами мозга, когда метастазы проникли через мозговой барьер, и по сути это всего лишь небольшая подгруппа пациентов демонстрировала такие большие показатели 0.08, то есть риск прогрессии составляет 80%. Это очень впечатляющий результат. Вопрос встает, можем ли мы считать алексотениб оптимальной терапией для пациентов с алкоположительным раком? Ответ сейчас, наверное, нет. Почему? Потому что это испытание было проведено только в Японии. Нам нужно еще убедиться, что оно также хорошо будет работать для европеоидной расы. В настоящее время у нас нет информации о том, какое лечение получали пациенты помимо алексотениба в то время, как это испытание проводилось. На сегодняшнее время у нас также нет данных по выживаемости этих пациентов, поэтому нам нужно получить еще большую информацию для того, чтобы считать алексотениб самым оптимальным лекарством для алкоположительных пациентов. Но я считаю, что очень много чего говорит в пользу того, что это лекарство может стать положительным для алкоположительных пациентов с рокового эпоха. Эти пациенты, которые отвечают на данный препарат, а затем в конце концов прогрессируют. В большинстве случаев прогрессирование прежде всего возникает из-за возникновения вторичных мутаций. Разница заключается в следующей. У нас только одна мутация, это 790 FTM, но вторичная мутация – это большое количество мутаций. Что необходимо знать, что для каждой мутации у нас имеется разная чувствительность к ингибиторам. Одни ингибиторы хорошо работают в отношении одних мутаций, но не очень-то хорошо работают в отношении других мутаций. Может быть, очень важно в будущем необходимо повторять биопсию для того, чтобы снова оценить статус мутации и решить оптимальную терапию для пациента с прогрессированием на фоне лечения. Различные препараты, которые потенциально мы можем давать в присутствии вот этих мутаций. Вот эта мутация, специфически G1202A – это мутация, которая чувствительна к хлоротамину, к хлорлотинибу. Это очень интересный вариант в отношении эффективности лечения. Я покажу вам данные. Здесь я покажу данные о пациентах, которые развивали резистенсенс, резистентность к ризотинибу, а также серитониб – еще один препарат. Проблема с серитонибом – приносимость неоптимальная. Существуют ингибиторы, алке-ингибиторы, они более токсичны, чем другие препараты. Затем мы говорим лорлотиниб. Это очень сильный и селективный ингибитор, который может прежде всего проникать через гематоэнцефалический барьер. И прекрасные данные показывают очень впечатляющее действие этого препарата. Даже если пациент получал, возможно, две линии ингибиторов тирозин киназы. Но, если у нас имеется РОС-1, реарренджмент, и развивают резистентность, прогрессирует, лорлотиниб представляет потенциальную опцию. И у нас проходят сейчас клинические исследования, сейчас продолжаются в отношении данного препарата. В заключении можем сказать, пациенты, у которых имеется ИГФР-мутация, у нас имеется много лекарственных препаратов, которые мы можем применять у пациентов. Они по-разному эффективны, у них разный профиль токсичности, но они работают несколько отличным образом в зависимости от мутации. Если у нас имеются пациенты с мутацией 790R положительные, то мы можем замещать кризетониб. И мы ждем сейчас результатов нашего последнего клинического исследования, которое сейчас еще продолжается. Пациенты получают большое количество терапии в последовательности. Но, к сожалению, вот эти вот последовательность назначения ингибиторов, тирозин, киназы, еще четко не определена. И требуется проведение дальнейших клинических исследований по этому вопросу. Продолжение следует...